Здравствуйте! Меня зовут Кристина Асотова. Я специалист по обучению в школе ухода мастерская заботы. В этом видео мы с вами поговорим о том, как почистить зубы и обработать полость рта тяжело больному человеку. Уход за полостью рта является неотъемлемым ритуалом и важной частью гигиены любого человека. Тяжело больной человек зачастую лишен возможности выполнять привычные действия и очень важно создать для него возможность полноценного ухода за полостью рта. Часто нам кажется, что если человек не ест через рот и у него стоит зонт или гастростома, то зубы чистить не нужно, ведь у него во рту не бывает пищи. Это неправильно. Чистить зубы и обрабатывать полость рта нужно независимо от того, каким образом питается ваш близкий. Почему это так важно? Во рту скапливаются бактерии. Образуются биопленки, которые невозможно удалить, просто прополоскав рот. Их необходимо убирать механически. Зубной налет и налет на языке и деснах становятся источником инфекции для всего организма, а для ослабленного человека это опасно вдвойне. Из-за образующегося налета ухудшается запах изо рта, изменяется вкус пищи, человек чувствует себя некомфортно. Если ваш подопечный может умыться и почистить зубы самостоятельно, не лишайте его этой возможности, а помогите и предоставьте все необходимое. Приготовьте стакан воды для полоскания рта и принесите заранее тазик, куда можно сплевывать воду. Накройте грудь подопечного полотенцем, дайте ему зубную щетку с небольшим количеством паст. Проследите, чтобы ваш близкий не облился, не подавился водой и тщательно почистил зубы. Если необходимо, помогите ему. Если ваш близкий не может самостоятельно почистить зубы и обработать полость рта, вам необходимо сделать это за него. Для этого, кроме обычных принадлежностей, вам может потребоваться детская зубная щетка, надеваемая на палец, марлевые салфетки или ватные палочки с большой головкой, скребок для языка, глицерин и лимонный сок для увлажнения слизистой оболочки рта и языка и стимуляции слюноотделения. В положении лежа на спине чистить зубы нельзя, так как слюна и вода могут затечь в дыхательные пути. Поэтому вашего подопечного надо повернуть на бок или поднять в полусидячее или сидячее положение. Также очень важно усадить вашего подопечного так, чтобы его голова не запрокидывалась назад. Здравствуйте, Сергей! Сейчас я почищу вам зубы. Вы не против? Смочите зубную щетку или детскую силиконовую щетку. Выдавите на нее немного зубной пасты, распределите ее по щетке пальца. Аккуратно отодвиньте щеку. Проникните в защечное пространство. Щеткой. Обработайте внешнюю сторону зубов и щеку. Приоткройте рот подопечного и почистите зубы с внутренней стороны. Старайтесь верхние зубы очищать сверху вниз, а нижние снизу вверх. Возьмите скребок для языка и аккуратно и неглубоко заведите его в полость рта и почистите язык. Или смочите в воде салфетку и очистите ею язык, намотав салфетку на палец. Если слизистая рта вашего близкого очень сохнет, необходимо простимулировать выработку слюны. Можно воспользоваться палочками Паговид или приготовить специальную смесь самостоятельно. Для этого возьмите лимонный сок и глицерин и смешайте один к одному по одной чайной ложке. Возьмите ватную палочку с большой головкой, смочите смесью глицерина и лимона и обработайте язык, защечное пространство и десны. Обрабатывайте полость рта вашего подопечного ежедневно, утром и вечером. От качества чистки зубов и состояния полости рта и языка зависит самочувствие подопечного и его вкусовые ощущения. Ощущение свежести во рту принесет вашему подопечному хорошее настроение. На этом все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok